Чего же Почему, к примеру, совы не поют? Почему, скажите, есть на солнце пятна, Но они на землю тени не дают? Почему в метро толкаться неуместно, А в хоккее неуместно не толкнуть? Да чего же все на свете интересно, Если только повнимательнее взглянуть? Да чего же, да чего же Все на свете интересно, Если только, если только повнимательнее взглянуть? Да чего же, да чего же Все на свете интересно, Если только, если только повнимательнее взглянуть? Да чего же в нашей жизни все непросто? Почему летит по небу самолет? Почему все дети маленького роста, А родители совсем наоборот? Почему порой больше ценят кресло, Чем того, кто в нем устроился сидеть? Да чего же все на свете интересно, Если только повнимательнее смотри? Да чего же, да чего же Все на свете интересно, Если только, если только повнимательнее смотри? Да чего же, да чего же Все на свете интересно, Если только, если только повнимательнее смотреть? Да чего же все на свете любопытно, Почему зимой мороз, а летом зной? Почему для одного соната пытка? И не может быть симфонии другой? Почему моря соленая не пресня? Почему бы эту песню нам не петь? Да чего же все на свете интересно, Если только повнимательнее глядеть? Да чего же, да чего же Все на свете интересно, Если только, если только Повнимательнее глядеть? Да чего же, да чего же Все на свете интересно, Если только, если только Повнимательнее глядеть? Да чего же, да чего же, все на свете интересно, если только, если только по внимательней глядеть. Да чего же, да чего же, все на свете интересно, если только, если только по внимательней глядеть. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И всегда протягивала лучший кусок. И я всегда брал. Не могу не вспомнить и учительницу первую, мою Анну Григорьевну. Много она сделала для меня. А могла бы ещё больше. Если бы учеников в классе было меньше, а её два раза не отправляли на пенсию. До войны и после. А она научила меня всему, что знала. И я до сих пор пишу некоторые слова с буквой «ядь». Не могу не вспомнить и о своих институтских годах. По математике у меня было 2,75 в длину. По теплотехнике 1,67 в высоту. По иностранному языку была тётя замужем за преподавателя. До сих пор я путаю слова «ректор» и «тренер». Но в обоих случаях у меня сжимаются кулаки. Не могу не сказать и о своей бабушке Марии Яковлевне Бенце. Не понимаю, зачем она вышла замуж за Бенца в 1916 году, когда в 1917 всё национализировали. Бенц уехал за границу, и теперь в его бывшем магазине на Моросейке я всегда стою в очереди. Продавцы орут на меня. У тебя что, глаз нету? А я им не могу даже крикнуть. Я вас сейчас всех уволю, к чёртовой мать! Не могу не сказать и о дедушке, который потом женился на бабушке. Но не взяла бабушка его гордую фамилию – Сидоров. Дед-то был герой, он даже до Берлина дошёл. В наследство мне оставил большое чувство ответственности и честности. Но я от наследства отказался. Вот так я и рос одним мужиком в семье. Всё на мне, всё на мне. Мать в одном платье ходила. Всё для меня, для любимого, единственного, ненаглядного. В заключении не могу не сказать. Очень я себя люблю, и эта любовь согревает меня и делает, как говорится, по-настоящему ненужным людям. АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда мне кажется, что, когда я умру, провожать меня придут телевизор, холодильник и батарея парового отопления. И ещё, возможно, кресло, если не будет занято. Первым возьмёт слово телевизор. Он скажет, «Я знал покойного долгий год». Это был человек незаурядного терпения и упорства. Даже с женой он проводил времени меньше, чем со мной. Когда покойник приходил с работы усталый, я, каюсь, не всегда находил нужное, ободряющее слово. Стыдно сказать, по полчаса показывал ему аэробику и трубы большого диаметра. А он, покойный, сидел, смотрел, ждал. До сих пор помню его глаза, а в них не мой вопрос. А что там по второй? Помню, как-то показал ему ансамбль Битлз и всего-то кусочек, и всего-то через 20 лет так он, покойный, аж за сердце схватился. И испугался, думал, что его рубин Англию поймал. Вот так и ушел от нас, покойный, с полной уверенностью, что утренняя почта – самая лучшая передача в мире, а хороших товаров вот-вот будет больше. Но не сегодня. Помню, когда я ему зимние ботинки показывал, так он даже ноги к экрану протягивал. Доверчивый был. Спи спокойно, дорогой телезритель. Так же крепко, как ты спал на моих развлекательных передачах. Потом слово возьмет батарея парового отопления. Она скажет, Товарищи, мы провожаем в последний путь человека в высшей степени замечательного. Чуткий, отзывчивый. Он всегда замечал, особенно зимой, что меня забыли включить. Сколько раз в лютые морозы он клал свою синеющую ладонь на мой холодный лоб. Сколько раз укутывал меня одеялом в зной и жару. А однажды, когда меня прорвало, а он спал – спи спокойно, дорогой товарищ. И пусть земля тебе будет пухом, а все остальное – однокомнатной квартирой. Тем более, что по метражу это почти одинаково. Потом слово возьмет кресло. Оно скажет, Я знала покойного с лучшей стороны. Ко мне он всегда относился тепло, мягко, и я даже скажу больше – душевно. В своей любви он отличался постоянством и почти никогда не изменял мне с табуреткой и прочими моими четвероногими родственницами. Я постараюсь навсегда сохранить тепло наших встреч. Потом слово возьмет холодильник, он скажет о покойном или хорошо, или ничего. Поэтому я буду краток. Ел он много. Это хорошо, но почему-то всегда одно и то же. Да, никогда он больше не откроет белую дверцу, не заглянет мне в душу жадным, шарящим взглядом. Прощай, друг, всю жизнь ты боролся с собой, и теперь смело можно сказать – да, ты победил себя. Вот какие мысли иногда приходят в голову, хотя в ближайшие сто лет я помирать, конечно, не собираюсь. Сейчас что-то важное скажу. Я решил не перестраиваться. А зачем? Водку я и раньше не пил. У меня сразу после первой рюмки последняя стадия опьянения. На работу я никогда не опаздывала. Мне, наоборот, домой всегда идти не хотелось. Ни трудовых доходов не извлекал. Меня бабка в детстве милиционером испугала. У меня, если честно, и трудовых доходов-то немного. Фауну и флору берегу. Я даже на Новый год елку не покупаю. Я как представлю себе, что за ней надо три часа на морозе стоять. Я сам зеленый становлюсь. Рек не загрязнял, не поворачивал. У меня только от мысли, что лопату надо в руки взять. Вон, уже мозоли появляются. Когда по телевизору призывают лампочку лишнюю выключить, я, если честно, выключаю. И сразу чувствую, что где-то в Сибири облегченно вздохнула турбина. И мое электричество пошло в отдаленные районы. Жалко, конечно. Но зато я гражданином себя чувствую в эти минуты. Хочется выключить даже чайник. А если на собраниях директора не критикуют, так я до сих пор не знаю, кто у нас директор. Их там в президиуме много сидит, а я всегда в последнем ряду сижу, мне же издалека не видно. А с трибуны все одно и то же говорят. Раньше все хвалили, теперь все ругают. А по голосу же не разберешь, кто начальник, а кого увольнять пора. Взяток не беру. Иногда меня, правда, в волнение охватывает. А вдруг не устаю. Возьму. Но никто не дает. А порой так хочется швырнуть в лицо кому-нибудь пачку денег, и чтоб купюры разлетелись по комнате и долго кружили в воздухе. Но никто же не дает паразиты. С металлистами, панками и рокерами я не дружу. Я не Миклуха Маклай. Все в порядке. То есть завтрак, обед, ужин, я все это сразу могу съесть. Очки специально не ношу, чтоб не видеть всех этих безобразий, с которыми надо бороться. Иногда мне, правда, кажется, что я слышу плохо. Потому что я говорю одно, а в это время думаю совсем другое. Вот так я и живу рядом. с вами тихо, незаметно, как будто меня вовсе и нет. Вот поэтому я и решил не перестраиваться. Потому что даже если я и перестроюсь, все равно никто этого не заметит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Автор о произведении которого мне предстоит сегодня рассказать Довольно широко известен узкому кругу любителей его музыки. Все его произведения написаны в мажоре, и за что бы ни брался он, всё это всегда звучит весело, и если не весело, то во всяком случае задорно. Вспомним хотя бы бодрый ритм его знаменитого, полного оптимизма, скорбного марта. Посреди всей его музыки особенно выделяется последнее. Как хотелось бы надеяться, сочинение. Которое мне выпало, счастье прослушать, и о котором представилась счастливая возможность мне сегодня рассказать. Произведение это написано в тональности до мажор, или, проще говоря, в цедуре. В этом мне видится глубокий смысл, ведь не случайно композитор назвал своё произведение «Шестая симфония Аллегра», хотя, наверное, можно было назвать и точнее, и проще «Шестая аллергическая». С первых же тактов композитор берёт слушателей за душу и уже не отпускает до самого конца. Он как бы говорит им «ну-кася, вслушайтесь, насладимтесь, вдумайтесь». И действительно «Шестая аллергическая» захватывает слушателя, захватывает, можно сказать, врасплох, заставляет думать о прекрасном, о том, что это когда-нибудь кончится. В целом, нужно сказать, что в этом произведении ощущается явное влияние титанов прошлого, титанов настоящего. Слушаешь и кажется «Тю, так ведь это Моцарт!» Или, напротив, «Ба, так ведь это Шаинской!» Сочинение начинается тёплым соло фагота. Малу-помалу звук становится холоднее, холоднее, и вот уже кровь буквально стынет в жилах подлинных любителей музыки. И вот медленно и величаво над медной группой поднимается что-то необъятное. Это труба. Он дует в свой инструмент и выдувает оттуда главную тему сочинения. Тему любви. Не подув ещё 10-15 минут, словно давая понять, что силы зла не дремлют, раздаётся зловещий скрежет. Это вступает рояль. Вот так по замыслу художника звучит чистая фа. Неискушённому слуху оно, наверное, могло бы показаться даже фа-диезом, но в действительности это соль-бемоль. Хочется верить, что это конец первой части, но это середина четвёртой. Мне бы не хотелось усложнять свой рассказ специальной терминологии. Скажу просто, что подлинной кульминации опус достигает в коде, когда хорошо темперированный легата трансформируется в кантиленную адажу и, вступая в полифоническое единство с могучим модерата, разворачивает перед слушателями волнующую эвальвенту картин народной жизни. Ну-ка все вслушаемся, вдумаемся, будемте говорить друг дружке правду. И слушатели молча плачут, ибо сказать правду об этой музыке обыкновенными словами нельзя. С каждым тактом слушатели всё глубже и глубже окунаются в светлый родник этой музыки. Всё сильнее засасывает их эта пучина. Слушая её, хочется скорее бежать к родной природе, чтобы убедиться, что несмотря ни на что она ещё существует. И всё же самая большая удача композитора – это паузы. Паузы, хочется, чтобы их было больше, чтобы они все слились в одну и звучали вечно. Рассказывают, что когда на премьере отгрохотал последний аккорд, то в зале вспыхнула овация, и в едином порыве все, буквально все, семеро слушателей, встали и оценили по достоинству подвиг композитора, который закончил своё сочинение. Да уже сегодня становится ясно, что в мировой культуре шестая аллергическая оставит свой заметный след, ибо у всех слушающих её при одном воспоминании о ней идут по лицу какие-то пятна. Может ли творец мечтать о большем единении со своим слушателем? По-моему, нет. Внимание, все быстро сели за стол, папа будет вас сфотографировать. Коля, я не говорил ели, я сказал сели. Вытащи конфету изо рта, заверни её в фантик, положи обратно. Коля, вытри слёзы. А я говорю, вытри. А я говорю, не плачь. Сейчас как дам, чтоб не плакал. Папа их фотографирует, папа хочет, чтобы как лучше, а он встань сейчас же на колени. Так, ты, Борис, на него, мама сзади, а бабушка на комод. Ну, посадите бабушку на комод, она же боится. Нет, так некрасиво. Снова сели быстро все за стол. Борис, неси портфель, открой дневник, что ты двойку показываешь. Мы же на память фотографируемся. Смотри её. Нарисуй пятёрку. Потом опять сотрёшь. Что дыра будет? Страницу вырви. Что мне, тебя учить надо, чему в школе не научился? Всё, молчать, внимание, навожу резкость. А где дед? Что это он под диван спрятался? Как он ищет там очки? Как он может их искать, если он без очков всё равно ничего не видит? Дед, вылезай из-под дивана. Помогите дедушке сесть на стул. Не надо верёвками привязывать, вы мне фотографию испортите. Коля, ты куда? Что значит хочу? Вон дедушка терпит, и ты терпи. А то вырастешь, и вспомнить нечего будет. И прошу вас, дайте деду в руки газету. Не вверх ногами. Ну и что, что он всё равно без очков ничего не видит? Я-то вижу, мне главное, чтобы он пятно на рубашке закрыл. Мама, я знаю, что вы целый день в ванной. Я не хотел вас обидеть. Я не виноват, что вы в моём проявителе свои вещи замочили. Лично я хотел плёнку проявить, чтобы память была. Всё, внимание, молчать, навожу резкость. Люся, ты что, отодвинь чашку. Мы не чай пьём, мы фотографируемся, как будто мы чай пьём. И прошу тебя, в тени щёки, ты у меня в кадр не помещаешься. А где бабушка с пирогами? Так, где бабушка с пирогами? Пироги никто не трогает, до праздника ещё 10 дней. Всё, внимание, молчать, навожу резкость. Дед, открой глаза, смотри в объектив. Так, взгляд мягче, ещё мягче, ещё. Во, заснул. Дед, проснись, мы ж на память фотографируемся. Борис, что тебе ещё? Вазу хрустальную на стол. Молодец, придумал правильно. Но она у нас к серванту винтами прикручена. Ладно, я её потом отдельно сниму. Всё, внимание, молчать, навожу резкость, снимаю. Вот ты чёрт, плёнка кончилась. А так, хотелось сфотографироваться, чтобы память была. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ